жена моего лучшего друга ушла ко мне даже не знаю как ему об этом сказать он такой почему-то ранимый что сто лет бы тебя сто лет тебя не видел ну как ты дружище что ты спрашиваешь ты что не знаешь нет а что от меня ушла жена да ты что вот ведь супруга твоя дает как я тебе сочувствую картики битва лады четверо у меня все отлично у меня баба новая везет тебя хоть у кого то в личной жизни все хорошо да не говори ты знаешь я тебе хочу кое что сказать давай не переживай ты так ну ушла и ушла тем более не любила она тебя а ты откуда знаешь а я ее вчера на улице случайно встретил это что да она идет горит не люблю я его я как услышал меня мочалка из рук выпало какая мочалка а какая мочалка ты что и он в бане что ли видел где все это я я вчера на улице одну мочалку подцепил а тут твоя жена идет все я люблю я его а ты что а то я стою молча спинку трус какую спинку ментая я себе на ужин рыбки купил а тут твоя жена идет царь я люблю я его а дальше что а что дальше 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 лежи курим ухожу я от него я я я так офигел чтобы коньяк на трусы пролил ёлки-папа какой коньяк а я говорю это тут и переживаю я говорю коньячку лучше выпей не переживай так пробовал не помогает не ну слушай я не могу на тебя просто смотреть на тебе лица нет так давайте я покажу упражнение чукотских йогов как избавиться от женщины которая тебя бросила давай поднимай вот так руки вверх да потом резко бросай вниз они руки и говори дай хрен с ней давай дай хрен с ней о как полегчало как ты думаешь у нее кто то есть да кому она нужна со своими длинными ногами и грудью пятого размера сиди сейчас где-нибудь одна тоскует по мне по тебе я я говорю по мне так пусть лучше сидит одна чем тебе вот так нервы мотать дай ему лучшему другу я не могу представляешь променяла меня на какого-то урода почему сразу на урода может он вполне симпатичный человек да какой себе урод наверняка ты просто не представляешь как я расстроен просто ты же знаешь как я ее люблю да знаю она же такая добрая такая ласковая такая нежная а знаешь какая она в постели знаю знаю друг как тяжело тебе сейчас ну давай вот ну давай вот между нами никто нас не слышит ну давай зачем тебе такая жена ну как зачем моя жена ну мы с тобой знаем она плохо готовит не убирается целыми днями сидит у компьютера во сне разговаривает ну зачем это надо а ты откуда знаешь что она во сне разговаривает пацаны рассказывали в каком смысле в том смысле что ты знаешь у всех пацанов жены во сне разговаривают да ты что да я удивился я не знал я думал только не ну слушай я не могу на тебя смотреть не могу так стоп давай еще раз повторим одно упражнение еще упражнение давай значит поднимай руки вверх так набирай полную грудь воздуха и на выдохе фу на нее так фу на нее еще раз ушла и кофеварку мою забрала ты же молодец какая что ты говоришь я говорю я говорю друг не переживай приходи ко мне в гости сядем кофейку попьем у меня кофеварка новая да нет ты знаешь изменщица предательница ну успоко изменила меня с каким то козлом без причины не надо наговаривать на хорошего человека нет я тебе так скажу я этого так не оставлю я этого я их найду я их из под земли достану я их найду я её убью я её убью я сначала её убью потом хахаля её убью а потом и себя убью знаешь друг ну а хахаль тут ни при чём знаешь что если уж на то пошло начни лучше себя так для всех нас троих будет лучше ну скажи мне вот почему такая жизнь справедливая а Ну почему женщины изменяются? Ой, хорошо, хоть у меня друг есть. Друг настоящий, да? Настоящий друг, он ведь никогда не предаст. Нет, нет, не предаст. Да если я тебе предам, пусть у меня волбуковчик вырастет. Да нет, ну не надо. А я говорю, пусть у меня волбуковчик вырастет. Ну ладно, пусть вырастет. Ой, что-то начисало. Не надо. Вова, ты мой лучший друг. Я давно хочу тебе сказать правду. Давай. Только прошу тебя, не нервничай. Хорошо, я не нервничай. Руки вот сюда вот, стой, не давай. Волю, просто стой. Разница. Вот так нормально? Да, отлично. Я... А ну руку вытяни. Ага. Я давно хочу тебе сказать, глядя тебе в глаза, честно, что я твою жену... Что? Жену твою, я. Твою жену? Я жену твою. Что? Неодобрян. Ну я такого прекрасного человека. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты знаешь, я же тебе самого интересного не рассказал. А ну давай, а ну давай. Я же совсем недавно у себя в квартире скрытую камеру видеонаблюдения установил. Пришел вчера вечером домой. Сел смотреть запись. И знаешь, кого я там увидел? Прости меня, я давно тебе хотел сказать. Никого я там не увидел. Я ее включить забыл. Извини, ты что-то хотел сказать, я тебя перебил. Я говорю, погода хорошая на улице, а ты переживаешь. А ты знаешь, спасибо тебе. Вот помог тебе, правда. Я вот сначала так выплеснул, все так рассказал. Мне правда легче стало. Может, действительно, и ладно, и ушла, и ушла. О, молодец. И как ты говорил, и хрен с ней, да? И тву на нее, да? И действительно, не стирать, не готовить, не убирать. И во сне разговаривать вообще. И транжира, она же страшная. Наши транжира страшная. Наши деньги вообще тратит на право и на лево вообще. Она же все вообще, сколько ни заработал, она все тратила вообще. Ни копейки в семье денег не было вообще никогда. У меня опять заначек была. Она все нашла и потратила вообще в дребенку. Она же недавно в банке три кредита взяла под страшные проценты. Слава богу, не мне отдавать. Все все нормально? Все придет. Да, все нормально. Да, кстати, ты мамочку ее никогда не видел? Не дай богу. Что? Тоже во сне разговаривать? Поет. Помесь бультерьера с этим самым, с крокодилом. Недавно с мужем развелась. Позвонила недавно, говорит, дочечка, я к тебе жить скоро перееду. Ох, хотел бы меня посмотреть на обезьяном доме этого хахаля, который об этом узнает. Во. Забирай я себе оправку. Кого? Жену свою. Она хорошая. Подожди. Это что, ты что ли? Случайно. Ах, тише. Во, а кофеварку я тебе верну. Да нет. Кофеварка плюс жена. Нет, сам сказал чур. Подожди, кофеварка, жена плюс джакузи. Нет. Сам сказал, да и хрен. Подожди, ну кто мне будет сушить? Я тебе вообще сказал. О, а! О! О!